Я думаю, что это очень плохо, потому что вообще доброго кино стало мало. Одни ужасы, убийства, всякие там нелепые истории, дикость, жестокость тиражируются по телевидению. Потому что принцип телевидения таков, что определяет, конечно, все рейтинг телевизионный, да, и цифры. Для простого человека объясняя рейтинг, от этого зависит стоимость рекламы на телевидении. Поэтому все телеканалы, которые отчасти являются частными акцией у частных лиц, естественно, стремятся за рейтингом. Потому что от этого стоит реклама, и это просто деньги, дума. Но я считаю, что ментальность такая народа сегодня, что я хочу увидеть то, что у кого-то хуже, и мне от этого станет легче. Это ужасно на самом деле, потому что, судя по рейтингу, по цифрам, я сам стал следить за этим. Людям вот это барахло, желтуха, мерзкие разборки, кто кого убил, побил, это ладно, когда там переспал, не переспал. В советское время это было неприлично обсуждать. Сейчас это подавляет все, вот, в цифрах своих. И, к сожалению, к большому, на добрые фильмы не остается совершенно, ну, времени, и никто не хочет их ставить в эфир. А, соответственно, если их никто не хочет ставить в эфир, их никто не будет снимать. То есть для кого снимать, если их никто не ставит? Вот. И от этого люди становятся еще, мне кажется, тупее. Вот. И ничего хорошего мы не видим. Я за то, чтобы снимать доброе кино и на метровых каналах государственных, на половину государственных, показывать их. Как-то я не знаю, как с этим. Но то, что общество стало злее, и отчасти, и от этого падает уровень культуры у людей, потому что они видят, ну, только негатив в основном. 80% телевидения негатив. Вот. И от этого люди становятся злобнее, позволяют уже друг другу ту жестокость, которую раньше не позволяли. И все это замкнутый круг. То есть я считаю, что как-то надо на уровне государства принимать законы какие-то и ставить детские добрые фильмы снова в эфир. Продолжение следует...